В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа проверил готовность школ к новому учебному году. Видно, что высокая степень готовности, а те маленькие недочеты, которые есть в учебных заведениях, я думаю, что за ближайшие 2-3 дня мы совместными усилиями поправим. В рамках программы «Активное долголетие» состоялась первая после длительного перерыва экскурсия. В связи с ограничительными мерами положено не более 12 человек. Видно, на Советской улице 19А открылась торговая галерея. У нас куры, утки, перепелки, гуси, цесарки, индюки. То есть всех мы выращиваем сами. В рамках проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному году глава Ленинского городского округа Алексей Спаский посетил Бутовские школы номер 1 и номер 2. Особое внимание было уделено качеству организации системы питания, состоянию внутренних помещений, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий. Этот учебный год станет новым во всех отношениях, ведь учеников ждут не только новые знания, но и новые школьные правила. Коронавирус и здесь внес свои коррективы. Теперь на входе сначала будут проверять не сменку, а температуру. Глава Ленинского городского округа Алексей Спаский в рамках проверок готовности образовательных учреждений посетил второй корпус Бутовской школы номер 1. Особое внимание было уделено качеству организации системы питания. На 750 мест мы сделали уже логистику. Первые классы параллели там входят. Там двери у нас есть, вторые классы здесь. То есть мы их разводим. Горящее питание учащиеся начнут получать уже с 1 сентября. Качественное, сбалансированное и полноценное. Для этого в школьной столовой созданы все условия. Директор образовательного учреждения Ирина Овчинникова рассказала, штат сотрудников пищеблока полностью укомплектован, а помещения для приготовления пищи оснащены всем необходимым оборудованием. Мы работаем на привозном сырье, мы сами готовим в школе. У нас есть обеденный зал, рассчитанный на 750 человек. Поэтому никаких препятствий в том, чтобы все дети были обеспечены горячим питанием у нас нет. Гости посетили большой актовый зал на 840 мест. Также в школе проверили учебные классы и 4 спортивных зала. Следующим объектом проверки стала Бутовская школа номер 2, которая 1 сентября впервые распахнет свои двери для учащихся. В образовательном учреждении сформирован 21 класс. Все кабинеты оснащены мебелью на 35 посадочных мест. Поступила новая учебная литература. Все необходимое для начала учебного процесса, как учебно-методические комплекты, так и учебное оборудование в школе имеется. То, что сегодня увидели, оно радует. В том числе мы сегодня посмотрели одну школу, которая введена в этом году и 1 сентября впервые откроет свои двери для учеников. Но надо понимать, что учебный год в этом году, в 2020-2021, он начинается с учетом многих, скажем так, особенностей. Это пандемическая ситуация, это и ограничения для того, чтобы не заразиться. Сегодня с директорами обсудили все эти вопросы. В общем-то, видно, что высокая степень готовности. А те маленькие недочеты, которые есть в учебных заведениях, я думаю, что за ближайшие 2-3 дня мы совместными усилиями поправим. 1 сентября новая школа примет 579 обучающихся. В учебном заведении организовано несколько профильных классов и созданы все комфортные условия для получения знаний. Всего же в школы муниципалитета пойдут учиться более 26 тысяч юных жителей. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Впервые после объявления режима ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией, собрались вместе участники Ленинской общественной организации инвалидов. За несколько месяцев многое в жизни изменилось, а потому людям с ограниченными возможностями здоровья было о чем поговорить. Также они могли задать накопившиеся вопросы специалистам, представляющим различные организации. Этот год у нас непростой. И поэтому практически все члены нашей организации находились в режиме самоизоляции. Я хочу вас всех поздравить. Именно сегодня сняты последние ограничения 65 плюс на самоизоляцию. Помещение Ленинской общественной организации инвалидов едва смогло вместить всех желающих поговорить о насущных проблемах. Заместитель начальника управления пенсионного фонда по Ленинскому городскому округу Юлия Филатова рассказала о том, что теперь специалисты фонда принимают посетителей только по предварительной записи. Также она ответила на ряд вопросов. На следующий год мне 80 лет. Мне будут платить эти 5 тысяч? Военную где вы получаете? По силовому ведомству? Но это в военкомате. Если вы там откажетесь, вы имеете право отказаться от той пенсии и перейти на пенсию по старости по линии пенсионного фонда. Не менее животрепещущей оказалась тема ЖКХ и услуг, которые оказывает Мособлъирц. Многие недовольны тем, как организована работа Видновского офиса этой организации. Поэтому было принято решение в ближайшее время организовать встречу с руководителем данного подразделения. Подробно инвалидам рассказали о том, почему возникла необходимость создания единого расчетного центра. Чтобы создать управляющую компанию, достаточно уставного капитала 10 тысяч. Вот у тебя есть 10 тысяч, ты создал управляющую компанию. Ты начинаешь, возьмешь дом, будешь его обслуживать, собирать жителей, деньги, а потом ты куда-нибудь исчезаешь, обанкротишься и все, и ваши деньги пропали. Здесь, в этом едином расчетном центре, деньги никуда не уйдут. Представитель Видновской районной клинической больницы рассказала, каким образом сейчас, во время ремонта взрослой поликлиники, можно пройти исследования и процедуры, сдать анализы. Главной проблемой инвалиды считают организацию получения рецептов на нужные лекарства. При приеме у доктора, ну, вам должны выписать рецепт, есть медсестра в этот момент или нет. Доктор сам должен осуществить эту процедуру, вас не должны гонять. Значит, ну, если какая-то техническая проблема в плане того, что не работал, ну, возможно, не было связи, она не смогла выписать, или еще какая-то, можно обратиться в 317-й кабинет, в льготное лекарственное обеспечение, в отдел. Вот, мы всегда помогаем, мы все это оперативно решаем. После общения со специалистами состоялась встреча правления общественной организации, где обсуждалась грядущая в ноябре нынешнего года отчетно-выборная конференция. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно этого. Программа «Активное долголетие» полюбилась старшему поколению Ленинского городского округа. С особым удовольствием пенсионеры принимают участие в экскурсиях, которые организовывает историко-культурный центр. Сегодня состоялась первая после длительного перерыва, связанного с пандемией, экскурсия. Участниц поездки сопровождала наша съемочная группа. После длительного перерыва в связи с пандемией коронавирусной инфекцией экскурсии по программе «Активное долголетие» вновь возобновились. Сегодня на Советской площади собрались участницы проекта, чтобы отправиться в село Ям, в храм Флора и Лавра. К сожалению, по новым правилам в экскурсии может участвовать строго ограниченное количество человек. Но число желающих обычно больше. В связи с ограничительными мерами положено не более 12 человек. Но дело в том, что желающих очень много. И я не уверена, что именно 12 будет. Наверняка подойдут какие-то люди. Собственно, они уже подходят и просят, чтобы их тоже взяли обязательно с собой на экскурсию. Евгения Бишева впервые участвует в экскурсии. Человек по жизни неугомонный. Выйдя на пенсию, решила реализовать многие свои задумки. Хочу на йогу записаться. Не знаю, получится или нет, но мечтаю. Но с палками скандинавскими сама хожу, начала. Еще одна дебютантка – Светлана Кадырова. Очень верит, что ее ожидания сегодня оправдаются. Ожидаю большего чего-то красивого. Для всех участников строгие правила. Автобус только в маске. Рассадка с соблюдением дистанции. Ведь в этих экскурсиях безопасность на первом месте. Ну а в планах историко-культурного центра уже новая поездка. 31 августа участники программы «Активное долголетие» отправятся в усадьбу Суханова. Все места уже забронированы. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Купить все самое свежее и экологически чистое, да еще и в одном месте. Недавно в «Видном» на Советской улице 19А открылась торговая галерея, где на прилавках можно увидеть лучшие образцы качественных и, конечно, вкусных продуктов. Отправилась за покупками наш корреспондент Екатерина Коваленко. Настоящий рай для гурманов и самых взыскательных покупателей. Вот первое, что приходит в голову, когда оказываешься в недавно открывшейся торговой галерее «Экоферма» формата «Фрэш» на Советской улице в Видном. Представленные здесь товары радуют глаз и ласкают слух приятными словами «эко», «био», «без ГМО». Такой товар редко встретишь в магазине, а вот в галерее ассортимент аутентичных, без всяких вредных добавок продуктов очень широк. То, что мы сделали здесь, это домашние продукты. Домашние, полезные для здоровья, выпускаемые в штучном количестве. Те люди, которых мы объединили здесь под одной крышей, это уникальные фермеры и предприниматели. Они трудятся каждый день с утра и до вечера для нашего с вами здоровья. Качественные колбасы, деликатесы, рулеты, домашние яйца, различные виды мяса – все это можно найти в магазине «Своё подворье», который занимает центральное место галереи. Организован он Ольгой и Александром Довгопол. Уже более пяти лет супружеская пара развивает свою ферму. У нас куры, утки, перепелки, гуси, цесарки, индюки. То есть всех мы выращиваем сами через инкубатор. То есть мы уже не завозим яйца и не завозим поголовье откуда-то из других районов. То есть мы вот со своими традициями, те породы, которые нам нравятся, которые у нас прижились, мы их и развиваем. Отличный выбор и в соседней палатке, где на полках представлена рыба большинства морей и океанов. За качеством продукции следят особенно тщательно. Рыба не перезамораживается. У нас маленькие партии, мы продаем, мы привозим. То есть это никогда не остается. Кстати, для пенсионеров, многодетных семей и инвалидов здесь действует скидка 10%. Многообразие продукции в галерее порадует самых требовательных гостей. Немалоприятных и вкусных сюрпризов ждет покупателей в армянской лавке. Если раньше люди все хотели ездить в Армению именно для того, чтобы вкусно поесть, это все вкусно. Сейчас уже здесь есть варенье этого греческого ореха, да, зеленый, она очень вкусная. А еще самая настоящая чурчхела. Знаменитое лакомство, которое не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. И, конечно, искреннее армянское гостеприимство. Впрочем, приходят сюда не только за хорошими эмоциями и качественными товарами. Покупатели еще и выбирают рублем. А это, как известно, самое справедливое голосование. Цены, по сравнению, вот я езжу на Домодедовскую, даже вот там рыба, она такая же цена, даже чуть-чуть подешевле. Я просто вижу по качеству, потому что я сама работала когда-то, когда-то сама работала. И я вижу, какое качество. Качество и заметность. И ходить можно. В галерее без труда можно получить ответ на любой вопрос о продукции. И, конечно, попробовать. А совершив покупки, не забудьте заглянуть в пекарню за вкуснейшими лепешками из тандыра. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Одна из традиций нашего муниципалитета – проведение спортакиад, в которых участвуют все, кто любит спорт. Накануне 80-летия Ленинского района в 2009 году также прошел большой спортивный праздник, в котором участвовали сотни жителей – и дети, и взрослые. В эфире рубрика «Время назад». В субботу 5 сентября состоялась финальная часть 4-й района спортакиады, посвященной 80-летию образования Ленинского муниципального района Московской области. Спортсмены городских и сельских поселений вновь встретились на площадках состязаний, чтобы в финальных поединках определить чемпионов. Вот уже четвертый год подряд проходит большой спортивный праздник, и видны положительные результаты. Все большее количество людей стремится принять участие в спортакиаде, и это не всегда профессиональные спортсмены, в том числе и просто любители спорта. Люди научились ценить спорт, а участие в таком масштабном для района соревновании стало почетным. Много очень раз я принимала участие в разных видах спорта – атлетика, стритбол, баскетбол, волейбол, я во всем принимала участие. А скажи, просто тебе нравится, как здесь все организовано? Мне очень тут нравится, все так хорошо организовано. Есть даже и наша фотография, как мы участвовали, вообще все отлично. Спортакиада – это целое действо. Это хорошие площадки, красивая форма, неизменные болельщики, это соревновательный дух, и, наконец, это просто общение. Количество участников спортакиады за четыре года увеличилось с одной до пяти тысяч человек. Программа четвертой районы спортакиады была довольно разнообразной. Включала в себя как виды спорта, требующие физической подготовки, так и умственной. Всю жизнь играю в шахматы, в шашки. Какие результаты удачи? Ну, я не играю для результата, я играю для удовольствия. Наблюдая за участниками соревнований, можно было побывать на совершенно разных площадках. Например, в лесном массиве «Березовая роща». Здесь проходило состязание по пейнтболу. Пейнтбол, здесь, понимаете, здесь можно выявить боевой дух товарища, как он себя поведет на поле в экстремальной ситуации. Да, это, несомненно, огромное количество вырабатывающего адреналина. Ну и просто это очень увлекательная игра, это стрельба, это беготня. Это просто спорт. Заглянув на стритбольную площадку во дворце спорта «Видное», мы стали свидетелями очередной победы. На этот раз лавры победителя достались команде из сельского поселения Развилковское. Победа досталась очень нелегко, потому что соперник был достаточно, на самом деле, достойный. Была очень интересная игра, мы поняли свои ошибки, ошибки соперника, и это, в принципе, нам помогло победить. В рамках спартакиады также проходили соревнования по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, плавание, настольный теннис. В борьбу за звание чемпиона с удовольствием вступали и дети, и взрослые. Ничем не уступали женщины в таких, казалось бы, мужских видах спорта, как армрестлинг, стрельба из пневматической винтовки. Хочется отметить, что в спортивном мероприятии принимали участие и дети с ограниченными возможностями, и зачастую показывали лучшие спортивные результаты. Спорт – это не только результат, это прежде всего здоровье. Мне спорт очень много всего дает. Самое главное – выносливость, силу дает, дух закаляется вообще, как сталь организм становится. Гордое звание победитель, чемпион звучало многократно на торжественном закрытии спартакиады. Кто-то из участников успешно дебютировал, кто-то добавил очередную победу к уже имеющимся. Но все равно чувство радости и гордости несметно переполняло и спортсменов, и тренеров, и болельщиков. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Олег Федоров, Наталья Буслаева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин